Добрый вечер! Вас вятая информационная служба телерадокомпании «Гомель». У студии для вас працует Евген Поболовец. Сегодня в нашем выпуске. В Хоневском районе отбылся областный этап республиканских и сельских господарших конкурсов «Уладар села». Доктор техничных навук, профессор, заслуженный работник эдукации, гоноровых гражданин Гомеля. Ректор Белорусского державного университета транспорта Вениамин Сянько, отзнавший 70-годовый юбилей. На смену теплому надворью на Гомельшину идти похолоданием. А зараз об этом иншим больше подробязно. В рамках дальнейшего развития дорожной господарки в Гомеле началась реконструкция широких улиц. Найбольшезначные работы плануется провести на интернациональной. Реконструкция распрощалась в вереснях этого года. Зараз на улице частково перекрытый рух транспорту над ним с боков проездной частки и начинается будовництво подземного перехода. Наглядывши на тое, что в пашпорте объекта термином закончения работы указаны саковик наступного года, выконать их плануется значительно ранее. В конце листопада 2016-го. А про то, улица будет поширена до шести полос, причем крайне отведут для руха выключно громадского транспорта. С других нововведений припынки в улице Гагарина и Зи победнать у Один и разместить каля подземного перехода. После завершения реконструкции на перекрыживании в улице Интернациональной и Моисеянки отключат светлофор, что сменьшит перешкоды руху транспорту. Для снижения загруженности Интернациональной подчас ремонту основные потоки плануется накировывать по Пролетарской. А про то, годно, в этот час, с одного на двухбоковы, изменяется рух транспорту по улице Гагарина и Селянской. Яша на некоторых улицах Гомеля плануется провести меньше масштабные работы. Также ведутся работы по реконструкции улицы Подгорной с расширением до четырех полос и ремонтные работы по улице Докутовича, которая также будет обустроена въезд на улицу Полесскую. Все эти работы, еще раз говорю, направлены для того, чтобы увеличить пропускную способность. Наш город так сложился, что основные потоки стекаются в центр и без расширения данных улиц, конечно, мы скоро просто город Гомель станем. А городок Судково в Хойницком районе на минулых выходных примал у дельников областного этапа республиканского сельскох господарчика конкурса у Ладар села. С 30 семей до его дошли только пять. Как взмагались за путевку на республиканский этап и кто ее отримал, доведалась Ганна Ковалева. Стародавние вязковые традиции живут в побыте сучасных молодых семьях. В червовый раз это доказал конкурс у Ладар села. Его областный этап прошел в Хойницком районе. Претендентами на перемогу стали пять семьях из разных кутков Гомельщины. У борьбы за первое место конкурсантам спотребились рецепты стародавних семейных страу, навыки рукоделия и навод об уходжении с пивнями. Этот конкурс показывает, насколько сегодня наша молодежь, которая не живет в городе, они умеют и знают, что такое деревня, что такое сельский быт. Они умеют очень много. И мы судили сегодня по конкурсам, запрячили, распрячили лошадь. Они это умеют. И душа радуется за то, что навыки наших предков не пропадают зря. История конкурса распочалась о маль 10 годов тому. И до Витебской области колести подхопили иншие регионы. И зараз конкурс охопливает всю краину. Как дойти до областного этапа, удельникам пришлось и на протягу некольких месяцев проходить выпробование. У Судкова их ждало пять конкурсов. У их яны представились обестворчиха в боку, распавели про сельское житие и свои семейные традиции. У нас все любят именно рецепты старинные. Я стараюсь всегда. У нас сельский дом, то есть печь своя, все. Так что все готовится именно в этих условиях. Со своих продуктов. У нас есть и куры, и гуси, и поросята. И у нас главная достопримечательность – это наша козочка-марточка. Она такая интересная. Зловить пеуня, запрыгчек коня, або пройти эстафету с завязанными в отшима. Журы оценивают не только худкость и якость ваконания задания. Головная – сдольность семьи пройти выпробование с гуртована. Конечно же, все конкурсы важны, но будем смотреть на то, насколько семья дружна, активна, насколько она инициативна. Незалежно от призовых мест, у Каштолной подарунки отримали все семьи. Лепшая признанная семья Свердловых с поселка Уварович и Будокошелевского района. Сергей и Людмила выховывают дачку и сына. Тримают огород, хатних живел и навод займаются громадской працией. Недавно Сергей с сыном Максимом своими силами побудовал гульневую пляцовку для себя и соседей. Кажется, что в делу конкурса да помог зауртовать семью еще больше. Отримали Свердловые и призы. А еще путевку в Минск, где 21-го костричника, представить нашу область на республиканском узровне. 21 октября у папы нашего день рождения. Вот такой ему хороший подарок. К дню рождения поездка на Минск. Честно говоря, я вообще даже не ожидал. Это все заслуги нашего духовного наставника. Просто волнение, волнуемся вообще. В шоке. Мы не планировали занять первое место. Просто приехали в поддержку семьи Синчиковых. А так получилось, что сами заняли первое место. Спасибо большое. Большое спасибо всем. Ганна Ковалева, Михаил Рабку, телерадио «Компания Гомель». Один диплом первой ступени и два третьей. Такие выникли дело в Гомельской области у третьем национальном форуме «Музей Беларуси», который прошел в Могилеве. Целедорганизаторы вызначили тему форума как музеи у новой креативной экономики с ответным девизом разбирения стереотипов и переодолевания консерватизма. В номинации за новацию музейной деятельности за проект «Видеознамка» как инновационная форма выучения истории диплом третьей ступени привезли супрацовники Гомельского палацево-паркового ансамбля. Таким чином жюри оценило их проект «Великий музей для допытливых сябров». Проект состоит из таких подпроектов различных тем. Допустим, откуда в музее берутся экспонаты. То есть дети сами непосредственно начинают искать, провозить раскопки экспонатов в песке, находить эти экспонаты, потом атрибутируют их и уже устанавливают, делают выставку с этих экспонатов. То есть мы увлекаем детей в музейную деятельность. Доктор техничных навук, профессор, заслуженный работник эдукации, гоноровый чагуношник, гоноровый доктор широкого университета у России и Украины, гоноровый грамадянин Гомеля. Ректор Белорусского державного университета транспорта Вениамин Сянько ознашил 70-й день народжения. На працованном месте с юбиляром сострелся Олег Сентюров. У Белорусский институт инженера чагуношного транспорта, а теперь Белорусский державный университет транспорта Вениамин Сянько приходит уже 52 годы. Спочатку как студент, потом науковый супрацовник и декан факультета, со студене 2001 года Вениамин Иванович Сянько, ректор установы, причем незалежно от посады, со встречи со студентами и выкладчиками, у его деловом раскладе занимают неопошнее место. Треба потекавиться истинующими проблемами и при необходимости принять ответные меры. А вот успоминами об властных студентских годах подчас наведывания аудиторий Вениамин Сянько делится нечасто, хоть его опыт может быть добрым прикладом для сучастной молоди. У студентов бытует мнение, сдал, начертать на геометрию, можешь влюбляться, сдал сапрамат, можешь жениться. Я пока это тогда, в то время, не преследовал такие цели, но я преследовал одну цель – учиться так, чтобы не было стыдно перед своими учителями. И я им каждый раз, приезжая к маме в отпуск, на каникулы, докладывал, они, благо жили рядом, что сдал сессию так и так, так и так. Я маме посылал с каждого экзамена телеграмму. Сдал на хорошо, сдал на отлично. До юбилея у библиотеки Белорусского державного университета транспорта подректовали выставу творческих досягнений у ректора. Сегодня на его рахунку больше 600 науковых праз и коля 50 аутерских посвящений и патентов, выдаденных у Белоруссии, России, Украине, Казахстане. И, как знаки признания, отриманное у знагорода и гоноровое звание, доктор техничных наук, профессор, заслуженный работник адукации Республики Беларусь, гоноровый чугуношник, гоноровый грамадянин города Гомеля. По часу святкования юбилея ректор Белорусского державного университета транспорта не только принимал подарунки, а и рабил их иншим. Вот это учебное выдание под агольной редакцией Венемина Сянько вышло в миновитое в эти дни, призначено для студентов и инженеров чугуношного транспорта. Еще одно выдание, которое увидел свет в эти дни, веки великого шляху, это сборник с фотозымками юбиляра от детских годов до студентских часов и сучасных джон с перепинком на службу у Советской армии. До речи, у отставку с войсковой службы Венемин Сянько пошел в звание капитана, а вот на его чугуношных погонах три великие зорки, генерал-полковник. Правда, эту форму ректор практически николь и не носит, хоть миновито чугунка сенсу всего життя. Венемин Сянько створил у Беларуси науковую школу вагонников, а так само подрехтовал трех докторов, 12 кандидатов и 10 магистров техничных наук. Он требовательный, суровый, но внутри очень добрый человек. Его вниманием окутан каждый сотрудник. Тот, кто в его команде работает, любой ассистент кафедры, лаборант, все чувствуют внимание от Венемича. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадо «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Тычется навод тех, кого не тычется. Масштабная кампания по доброохвотным тестированиям на ВИЧа тримала свой протяг у Гомельской области. После областного центра эстафету принял Жлобин. Под обязанностями Волода и Катярина Жданович. Жлобин – один из наибольшь буйных и промыслово развитых райцентра региона. Миновит Агеты город стал наступной кропкой маршрута кампании, которую реализуют ЮНЕЙЦ и ЮНИСЕФ в Беларуси. Царот главных задач – притягнение уваги до проблемы ВИЧ-сниты, до несения объективной информации. Метовая аудитория у першую чергу молодць, тому и форма информования обрана ответная. Акроме непосредственно организатору, як и у Гомеле, так и у Жлобине, свой заклик пройти тест на ВИЧ выказали медийные персоны. Посол Доброй Воли ЮНЕЙЦ, телеведучая Светлана Боровская и особы компании. Солисты группы «Давинши» Денис Дудинский и Катярина Раецкая. А поскольку информация важная и нужная, разумеется, информация, касающаяся здоровья, то это вдвойне приятно и ответственно. Поэтому по первому же зову мы бросаем все свои дела и едем. Не важно, это большой город Гомель, поменьше город Жлобин или это вообще какая-нибудь маленькая деревенька. Это не важно. Люди везде живут и всем нужна информация. В Гомельской области можно уже есть чем сравнить. Большая обратная связь и люди очень контактные. Даже, условно говоря, отзываются на анонсы в интернете. Говорят, мы придем, мы придем. И мы понимаем, что следовательная информация пошла. Она уже вот есть в массе. Сирот активистов – наш коллега телеведущий Александр Гавейко. Нагадаем, Минавитайон был обвешен и особой компанией у Гомельской области. Пройдет тест на ВИЧ. До этого закликали у первую чергу. Дорога, махчимость сделать это бесплатно и анонимно была у каждого жахара райцентра. Жлобинчанам пропоновали новый для Беларуси способ экспресс-тестирования «Пасляне». Усяго 20 хвилин и выник готовы. Можно всю жизнь думать, заражен ты или нет. А так пришел, узнал и все. Но сначала ты волнуешься, что вдруг ты заразный вещь. Но когда ты заходишь в машину и тебе говорят, что все хорошо, тебя отпускают. Мы уже посоветовали своим друзьям. И можно наблюдать, что возле машины сейчас большое скопление людей. И они тоже проходят тест. Конечно, результат – это, во-первых, то, что у нас практически не остается тестов после работы акции. То есть их всех израсходуют. Во-первых, это добровольное, самое главное, и анонимное. И результат будет потом, когда мы увидим, насколько часто люди будут сдавать тесты, насколько они расскажут. И, соответственно, это повысит определенную информированность общества в отношении профилактики ВИЧ-спида. Когда уйдут эти страхи, самое главное. В этот день у Жлобини открылась фотовыстава «Мост в будущем». И она рассказывает реальную историю конкретного человека – миншанки Татьяны Семеновой. В ситуации полной наркозалежности женщина с остановочим статусом ВИЧ пройшла долгий складанный шлях вертания в нормальное социальное житие. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель» с Жлобинского района. В Гомельском медицинском университете отбылось свято с нагодой Дня незалежности Нигеры. Яскравый концерт, народные традиции и широе веншование. Святкой подеи стала Катерина Сапельникова. Национальные песни, танцы Нигеры и современные хиты. Со сцены гучали настолько запальные мотивы, что глядачцы не могли утриматься от танца. Отказ своей творческой подарки студентам из Нигеры поднесли и представители других стран, которые учатся в медицинском университете. Нам нравится учиться здесь, потому что тут больше практики, все преподаватели нам смотреть и проверять, как мы учимся, все делать. Нам очень нравится, как учиться тут. Нигерия, Индия, Шри-Ланка, Беларусь, все зависит от личности человека, от студентов. Насколько у него велика мотивация, желание получить вот эти профессиональные знания, навыки, зависит только от него самого. Катерина Сапельникова, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». На смену теплому надворью на «Гомельшину» придет похолодание. По информации областного гидрометцентра, в наступные сутки на большей части территории пройдут короткочасовые дожжи. У день местами прогнозуется узмацнение ветра до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру у ночи складе 8-12 градусов выше и за 0. У день будет до 17. Дожжи чакается и у сираду. У ночи слопки термометров покажет до 10, у день до 13, местами до 16 тепла. Учать вверх будет переважно без опадков. А левоусе наступные дни тыдня прогнозуется дожжи. Температура по ветру захавается на узровне 5-10 градусов тепла у ночи и от 7 до 13 в день. На этом выпуск завершенный. У студии працывал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эфира.